БЛЯТЬ! Так, теперь, когда все нелюбители мата отписались от моего канала, можно сделать дебагмани. На самом деле, я записала этот материал про Металлик Маднес еще когда у меня 10 тысяч подписчиков не было. Да... Проблема дебагмани в том, что с каждым следующим уровнем все сложнее и сложнее найти что-нибудь новое и интересное. Но, тем не менее, в Металлик Маднес мне удалось найти несколько интересных моментов. Ну и традиционно поиграться с табличками да мониторами. Долбаный экспадер, из-за которого у меня ломается управление. Первым в поле зрения попадает элемент, которого не было на предыдущих уровнях. Никак в текстурах не застрянешь, если посередине влезешь, убивает. По абсолютной традиции дебагмани надо все заполнить мониторами. И смотрим, как оно себя ведет. Простейший триггер, который сломался, хоть у меня над головой нет уже никаких мониторов. Нормально тебе там, чувак. Это, в общем, пока что практически все, что можно сделать с этим потрясающим элементом. Тебе норм? Я еще раз спрашиваю. Вообще, здесь есть еще места, в которых происходит что-то странное с текстурами. Ладно. Наши любимые вертушки из первого Соника. Они себя на первый взгляд никак не проявляют, пока ты не ставишь монитор где-нибудь под ней. Почему он набивает? Эта серия, кстати, официально посвящается Тейлзу. Какая может быть дебагмания без попадания за пределы уровня с помощью таблички? Но там так ничего нового и не будет, естественно. Там все также находится запасная копия уровня, по которой даже нельзя побегать. Ну че они даже не прячут какие-то интересные моменты в таких местах? На некоторых уровнях бывают интересные бадники. Я сломала скоробея. Если его поставить на воздух, то он как-то гличует. Он вообще должен двигать объекты, и как показала практика, это работает. Он двигает мониторы. Тут есть и такой, который двигает сам монитор. Но я такого сделать сама не могу. Ему нужно просто больше места, чтобы он нормально двигался. Вот только он все равно не хочет брать монитор. И куда он телепортировался? А вот эта вот платформа никак не позволяет с собой взаимодействовать. Что же касается пилы, например. Ну вот оригинальные объекты, которые есть только здесь, и при этом от них никакого толку. Ну ладно, тут можно поприкалываться. Вот нашла еще одну платформерность, но она тоже ничего интересного вроде как из себя не представляет. Даже не убивает никак. Ууу, что нашла, что нашла. Вот это самое оригинальное, что есть в этой зоне. Перенос на задний план, который просто обязан сломаться. Соник просто исчез при входе в дебаг мод. Нормально так? Мне теперь вслепую искать выход отсюда, ура. А когда выбираешься, тогда и Соник появляется. Я сделала его меньше, чем он был. Начинаем экспериментировать с прожиманием дебаг мода. Что за... Ну вот, сломала наконец-то Соник Мания. Максимально минимальный Соник. Соник не стал чибиковым Соником, он просто сжался. При этом у него остался прежний хитбокс, судя по всему, и он бегает по воздуху. Мне также нравятся еще эти крошечные элементы из дебаг мода. Которые тем не менее становятся нормальными, когда их ставишь. Когда Соник отталкивается от пружины, он снова становится нормальным и уменьшается по мере того, как отлетает на задний план. А вот в зависимости от того, когда я нажму дебаг мод, я могу поймать Соника разного размера. Но он всегда будет на переднем плане. Если же я нажимаю дебаг мод на заднем плане, то он просто исчезает. Видимо, становится настолько маленьким, что его просто не видно. Какие сжатые глаза. Максимально минимальный монитор. Вы только посмотрите на эту миниатюрную табличку с Эггманом. Соник так и остается маленьким. Суперсоник тоже становится маленьким и миленьким. Кстати, многие спрашивают в комментариях. Уже на протяжении двух лет, наверное, спрашивают в комментариях. Как ты сделала так, чтобы Суперсоник летал в Суперформе? Берете, скачиваете маня мод менеджер на гейм банана. И там в читах выбираете Суперформ с Конфлай. Все. Давайте попробуем по традиции изучить босса в этом акте. Очевидно, босса никак не вывести за пределы его арены, но хочется заглянуть за текстуры. Только вот, к сожалению, ни в какую я не могу посмотреть, что творится за пределами экрана. Единственное, что можно выйти с помощью таблички. Только мне это все равно ничего не дает. Я хочу посмотреть на босса. Камера намертво фиксируется на боссе. И я никак не могу заглянуть за ее пределы. Разве что можно вот немного сдвинуть камеру. Прости Тейлз, умирай Тейлз. Колонны без физики ничего не делают с мониторами. Но как выглядит Эггман за текстурой, так и остается загадкой. Мне захотелось попробовать выйти за пределы арены с боссом, когда у него начинает моргать красный свет. И вот что из этого получилось. У меня просто зависла игра. Причем я никак не могу ее закрыть даже нормально. И это не единичный случай, когда я попыталась сделать то же самое повторно, у меня опять зависла игра. А что если я выйду с помощью табличек подальше, если красный свет еще не будет моргать? Класс, но я могу вылезти гораздо дальше, чем если бы красный свет моргал. Игра по прежнему вылетает и зависает. Конечно, бегать в невидимости по заднему плану это интересно. На самом деле я хочу проникнуть к боссу. Включаю на заднем плане дебаг мод и просто отправляюсь к боссу. При выходе из дебаг мода мы получаем маленького Соника. Полная анимация победы самого минимального Соника. Проверяя уровень еще раз, я заметила еще один элемент. Вот такой вот цилиндр. Господи, как эти все объекты называются? Знакомая картина, мониторы поехали примерно как на Ваварифе, помните? Футбол мониторами. Мониторы телепортируются, живут своей жизнью, делают что хотят. Просто волшебная физика, которая появляется в рандомных местах, почему-то на боссе ее не было. Я бы там посмотрела, как бы разлетелись все мониторы. А здесь просто мониторы выдавливают во все стороны. Пельмени. Хорошие пельмени, это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва готовим тонкое яичное тесто с добавлением сливочного масла. Лук сладких сортов для образования бульончика и перец. Совсем немного. Щедро выкладываем великолепный рубленый фарш. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много сочной начинки. Грудинка индюшки с курицей или телятина со свининой. Думаю, многие и забыли, как это может быть вкусно. Выбирайте и наслаждайтесь. Мясные пельмени. Так, ладно, пора второй акт посмотреть. А фон-то какой красивый. Да, это офигеть, как относится к дебагмании. Ладно. Вот элемент, который уникален для этого акта. Кому он вообще нравится. И вообще-то сомневаюсь, что можно что-нибудь интересное в нем найти. Дебагмод выводит меня на передний план. Кстати, почему эта вертушка без текстуры? Что это вообще? А с переднего плана на задний план. Это как работает вообще? Хотя подождите, вроде бы нет. Тип, как бы я появляюсь как бы на заднем плане, но на самом деле на переднем. И вот я поворачиваю эту штуковину и получается с переднего плана перехожу на задний. Я получила урон от бадника на переднем плане, хотя Соник вроде бы за текстурами. Соника официально укусила кольцо. Я понятия не имею, что здесь произошло. У меня почему-то из-за дебагмода, или из-за чего я не знаю, некоторые текстуры просто исчезли. Из Соника не вылетают кольца. Почему бадника нет? Мы также видели вертушку, которая исчезла. И скорее всего колючки тоже пострадали. Маленькие пружинки для маленького Соника исчезли. Вот тут по-любому колюцки были. Попугай, спасибо. На самом деле у меня и раньше когда-то случался такой баг. То ли это с модами было связано, то ли с дебагмодом действительно. Не знаю уже. У меня сломались даже расставляемые существа. Че за футбол миниатюрным Соником? Разве можно так обращаться с маленькими? Осуждаю. Короче у меня все тотально сломалось. Тот самый случай, когда ничего не нажимало, но все все равно исчезло. Что с мониторами? Когда маленький Соник ломает маленькие мониторы, они становятся нормальными. Ладно. Большой шар какой-то маленький. Мне кажется, или оно не такое должно быть? Ловушка для Соника, чтобы он там застрял. Извини, Соник, но ты ел слишком много луковых колечек. Да, эта труба тоже инстакилит из дебагмода. Мега диссонанс. Текстурный Соник на заднем плане, но по заднему плану он не перемещается. Он перемещается по переднему, получает по жопе в переднем плане тоже. Эм. Очень интересно выглядит этот элемент, учитывая, что он просто исчез. Да, как и многое. Интересно будет это проходить, наверное, в таком виде. Короче, лучшее, что я могла сделать, это перезапустить на конец игру. Ура, у меня все стало нормальным. Вертушка починилась. Кстати, если что-то ставить вот на этом фоне, то оно тоже как бы на заднем плане получается. Но на самом деле оно находится на переднем. Оказывается, мини Соник не переходит через лифт этот. Лазер, который меняет размеры. И работает это так же, как и с той самой штукой, которая на задний план нас выкидывала. Превращаем Чиби Соника в нормального Соника. Вот только размерами он остается такой же. Тейлз Чибусичный. А если поймать тайминг, то Соник будет еще меньше. Превращение как бы не закончено, поэтому можно оттыкаться в этот лазер снова и снова. Красный лазер работает точно так же. Ну вот, короче, Соник, пока он меняет свои размеры, он остается в спрайте большого Соника нормального. Чибусичным Соником он становится только вот уже когда вот совсем превратился. Да. Жаль, что нельзя сделать какого-нибудь увеличенного Чиби Соника или что-нибудь такого. Я пыталась. Долго. Маленький большой Соник нормально через эту вертушку проходит. О, на уровне что-то движется. Надо обязательно засрать мониторами и посмотреть, как это все будет багать. О, эту штуку теперь видно. Что же с ней можно такого интересного сделать, кроме как поставить туда много-много мониторов с колечками? А вот и заскамила, потому что нету здесь никаких мониторов с колечками. Есть просто колечки. Прекрасная пыточная камера для Соника. Да, она не с Сакири тоже. Ладно, монитору свою я поставила, но вот только они никак не взаимодействуют с этой штукой. Просто насквозь проваливаются. Я вернулась к этому баднику-футболисту. Почему он меня туда закинул? Что? Короче... Да, он сдох. Выглядит перспективно, но на практике они какие-то хрупкие, вот неженки вообще. Кстати, что будет, если мини-соником перевернуть табличку? Это же невозможно в реальной жизни. А кажется, я случайно сделала еще интереснее. Магическое превращение. Здесь я тоже начинаю пробовать какой-то эксперимент. Ставлю чекпоинт, перезапускаюсь и... Я продвинула уровень. В итоге мне удалось попасть в секретную комнату Эггмана. Не, ну а что еще это может быть? Над этой секретной комнатой просто пустая коробка. А где, собственно, босс? Пришло время искать самое интересное и последнее, наверное. Ой, босс-музик. Мне хотелось посмотреть самый его момент появления. И походу он появляется с самой границы экрана сверху. И он абсолютно неприкасаем, пока он не опустится достаточно низко. Ну вот, когда он уже спустился и запустился, он уже может со мной поиграть. Это так мило. Маленькая Эми липнет к большому Тейлзу. Я, кстати, откровенно не могу понять одну вещь, почему до сих пор в Экзе-кругах не крутится типа Эми Долл или что это, типа того. Но это ведь как Тейлз Долл, только Эми. Вот она, буквально каноничный персонаж. Почему Тейлз Долл из какого-то Соник Эрс стал вот типа каноничным персонажем из вот этой Экзе вот вселенной? А почему про Эми Долл никто вот не хочет вообще вспоминать? Она канон, она вот она. Да, вы только что видели, что я опять вывела босса из его площадки. Вполне без труда делается, хоть и бессмысленно. А еще у босса он как бы закрывает собой монитор, но при этом Соник остается на переднем плане по отношению к нему. Ну ладно. Прикольный кадр получился. Короче, Эггман просто сам об меня развалился. Мне было достаточно просто монитор туда приклеить. Потом Эггуси улетает наверх. И да, мы можем его там найти. Жестко зависает. Открыть его, к сожалению, нельзя. Это еще одно доказательство, что Эггусичка на самом деле играет с Соничком. Это он позволяет ему открыть машину, когда он этого хочет. А еще он бежит сквозь лазер, сквозь капсулу. Как бы приводит Соничка к награде. Кажется, я сломала музыку. А ведь в оригинале эта битва происходит с маленьким Соничком. Эх, Эггуси, Эггуси. Осуждаю. Эм, это катсцена за маленького Соничка. Гигантский робот с бантиком. Но это уже совсем другая история. И совсем другая серия Дебагмании. Так, все фанаты вселенной Соника Эксе. Слушайте внимательно. Это Эмми Доу. И она появляется из гача автоматов. Все ведь знают эти автоматы, в которых можно выиграть какой-нибудь шарик. И в нем окажется случайная игрушка. Так вот, в любом из таких шариков может оказаться Эмми Доу. И если ты ее выбьешь, откроешь этот шарик, она сразу же побежит за тобой. Вцепится в тебя. Сожмет тебя сильно-сильно. А потом взорвется вместе с тобой. Спрятаться от нее можно только если залезть повыше, где она тебя не достанет. Она бежит за тобой! Жду фан-игру про Эмми Доу. Эмми Доу канон. И в конце концов. Счастья на канал.